Массовый голод в Советском Союзе, то автоматически приходит на ум голод 30-х годов. Однако мало кто знает о массовом послевоенном голоде, который унес миллионы жизней. Но почему-то об этом послевоенном голоде в Советском Союзе предпочитают особо не говорить. Я считаю, что об этом надо говорить, потому что смерть миллионов советских людей в 1946-48 годы – это тоже кровавое преступление советской власти. И сегодняшнее мое видео посвящается именно этой теме. Итак, начнем. Послевоенный массовый голод в Советском Союзе начался в юле 1946 года и закончился в начале 1948 года. Но почему произошел этот голод? По чьей вине погибли миллионы советских людей? Ответа на эти вопросы не удавалось узнать почти до самого распада Советского Союза. Только в 1988 году информация о послевоенном голоде была впервые опубликована в сборнике «История крестьянства». И главными причинами голода были названы засуха и последствия войны. Но после выхода этого сборника тема послевоенного голода снова закрылась. И тут, конечно же, возникает вполне логичный вопрос. Если это так, и голод разразился по вине засухи и войны, то почему эту тему до сих пор продолжают обходить? Ответ самый простой. Дело в том, что послевоенного голода в Советском Союзе можно было бы избежать, поскольку советское государство располагало достаточными запасами зерна. Но голод все равно случился, и его жертвами стали миллионы простых советских людей. И самым главным виновником этого искусственно появившегося голода было советское руководство во главе со Сталиным. Не верите? Тогда слушайте мои аргументы. Во-первых, да, в 1946 году в Советском Союзе действительно произошла засуха, но она поразила в основном европейскую часть Советского Союза. На Северном же Кавказе, Сибири и Казахстане удалось собрать приличный урожай зерна. В 1947 году в этих регионах удалось собрать 98,5 миллиона тонн зерна. Это было весьма даже неплохо. Во-вторых, после войны Советский Союз получил в качестве военных трофеев 500 тысяч голов крупного рогатого скота, 225 тысяч лошадей, 2500 верблюдов, 147 тысяч овец. Таким образом, мы с вами видим, что никаких больших предпосылок для начала массового голода в Советском Союзе не было. Но голод все же произошел, и главная его причина заключалась в эгоистической политике Сталина, для которого борьба над Западом стала целью всей жизни, и ради этого он был готов убить сколько угодно простых людей. Причем началась эта политика сразу же после победы. Вначале Сталин рассчитывал восстановить разрушенное народное хозяйство Советского Союза за счет западной помощи. Например, уже в Ялте Сталин и американский президент Рузвельт договорились о предоставлении кредита в размере 10 миллиардов долларов. Однако после смерти Рузвельта ситуация поменялась. Новый президент Америки Гарри Трумин и советский лидер Сталин не смогли установить доверительные отношения. Между этими двумя самыми могущественными людьми в мире началась борьба за господство. Одним из инструментов этой борьбы стал так называемый план Маршала. Согласно этому плану США были готовы помочь любой стране восстановить свою экономику, но выдвигали несколько требований, которые противоречили советской политике. И конечно же руководство Советского Союза отказалось принять помощь Америке по плану Маршала. Самое главное, отказавшись от американской помощи, Советский Союз спокойно мог бы восстановить свою экономику. Тем более, что собранный урожай, полученные от Германии огромные трофеи, захваченные в Европе ресурсы, позволяли это сделать. И никакого голода в Советском Союзе не было бы. Но Сталин, которому понравилось быть могущественным человеком в мире, не захотел отдавать Восточную Европу под влияние Запада. Правительством таких стран, как Румыния, Чехословакия, Польша, где власть находилась в руках коммунистов, Сталин приказал отказаться от плана Маршала и пообещал помочь восстановить экономику. То есть Сталин наплевал на то, что собственная страна лежала в развалинах, что собственный народ находился в очень тяжелом состоянии. Для Сталина главной целью стало не отдать Восточную Европу американцам. И для выполнения этой задачи Советский Союз начинает отправлять своим европейским союзникам почти все свои ресурсы. Так, в течение 1946-1948 годов в Европу было вывезено в качестве помощи союзникам 5,7 миллиона тонн зерна. Например, за эти годы Польша получила почти 1 миллион тонн зерна, Франция получила 500 тысяч тонн, Финляндия более 300 тысяч тонн, Чехословакия почти 150 тысяч тонн, Болгария и Норвегия больше 100 тысяч тонн. При этом в Советском Союзе советский народ такого зерна или такой помощи от своего же государства не получал. Кроме того, восстановление экономики союзников означало, что им нужно было дать станки, технику, оборудование. Все это Советский Союз также был вынужден покупать в обмен на зерно. При этом также следует помнить, что Советский Союз одновременно должен был восстановить и свою экономику, чтобы не отстать от США. На это также требовались огромные средства, которые тоже брались за счет продажи советского зерна. Таким образом, мы с вами видим, что Советскому Союзу требовалось огромное количество зерна. И Сталин решил этот вопрос за счет изъятия зерна у колхозов. Всем колхозам и совхозам были отправлены огромные планы обязательной поставки зерна государству. По этим планам у колхозников практически забирали все. Те руководители, которые пытались донести, что такая политика может привести к новому голоду, немедленно подвергались репрессиям. Мало кто знает, но в 1946-48 года была арестована и осуждена за невыполнение плана поставки зерна очень большое количество председателей колхозов и колхозных активистов. Особо стоит отметить, что среди этих репрессированных самое большое количество представителей было из России, Украины, Казахстана и Белоруссии. И именно в послевоенное время появилась очень жестокая система черной доски. Согласно этой системе, норма по сдаче зерна, молока и прочей продукции была одинаковой для всех колхозов, вне зависимости от природных и климатических условий. Те колхозы, которые не могли выполнить этот план, немедленно заносились на черную доску. Склады такого колхоза опечатывали, семена забирали и распределяли между соседними колхозами, товары из колхозного магазина изымали, все имущество колхоза конфисковали в пользу государства, а руководство колхозов репрессировали. И, конечно же, после этого запуганное колхозное начальство делало все возможное и невозможное, чтобы только выполнить государственный план поставки зерна. Например, чтобы выполнить этот план, колхозникам даже перестали платить зарплату за трудодни. Вместо этого им выдавалось не более одного килограмма зерна в день, и то только тем колхозникам, которые работали на полях. Несовершеннолетние дети или же инвалиды, или же старики одного килограмма зерна не получали. Таким образом, они также обрекались на голодную смерть. В итоге и разразился массовый голод, который охватил почти весь Советский Союз. По сведениям, зимы голодало около 100 миллионов человек, из которых, по оценкам другого ученого Элмана, погибло от полутора до двух миллионов человек. Добавим к этому сотни тысяч людей, которые погибли от различных заболеваний, вызванных голодом. Например, в 1947 году число больных с диагнозом дистрофия составило не менее 1 миллиона 700 тысяч человек. Из них впоследствии многие скончались. Одной из особенностей послевоенного голода стало то, что голодало не только сельское население, но и городское. Это объяснялось тем, что государство старалось максимально экономить на всем. При этом цены на продукты в магазинах были повышены вдвое. А теперь подумайте, средняя зарплата рабочего в то время составляла от 200 до 250 рублей. А цены были следующими. Один килограмм черного хлеба стоил 3 рубля 40 копеек. Один килограмм мяса стоил 30 рублей. Один килограмм сахара 15 рублей. Один килограмм сливочного масла 66 рублей. Один литр молока 8 рублей. Если добавить к этому, что с 1946 года в Советском Союзе были отменены продовольственные карточки, а еще ранее, осенью 1945 года были отменены льготы для участников и инвалидов войны, то рабочие практически находились в полуголодном положении. На ряде предприятий были даже зафиксированы случаи голодной смерти прямо на рабочем месте. При этом в Советском Союзе были категории населения, которых голод никак не затронул. Они, как и прежде, продолжали жить хорошо и обеспеченно. Это были сотрудники милиции, КГБ и других специальных служб, а также крупные чиновники и партийные боссы. Например, в 1947 году среднеучастковый милиционер получал в месяц более 600 рублей, а руководителей среднего звена от 1300 до 3000 рублей. Секретарь районного комитета партии зарабатывал до 1500 рублей в месяц. Зарплата советского министра составляла 5000 рублей. При таких зарплатах эти чиновники, конечно же, не ощущали никакого голода и никак не страдали от повышения цен. Идем дальше. Дело в том, что не все зерно, которое забирали у населения, уходило на помощь союзникам или на восстановление советской экономики. В Советском Союзе существовал так называемый государственный резерв, в котором всегда имелось 1 миллион тонн зерна. Этот государственный резерв хранился на случай войны, в которой Сталин не сомневался. А теперь представьте, сколько бы жизни можно было бы спасти, если бы эти миллионы тонн зерна из государственного резерва пошли бы на помощь голодающим. Но Сталину было глубоко наплевать. Советские архивы полны служебных записок от местных руководителей, которые буквально умоляли Москву выдать зерно из государственного резерва. Но Сталин приказал этого не делать. И это еще одно преступление Сталина и советской власти. Ну а народ в таких условиях выживал как мог. Например, на территории Украины только с января по июнь 1947 года официально зарегистрировано 130 случаев людоедства и 189 случаев трупоедства. А сколько таких случаев было на самом деле во всем Советском Союзе, мы не узнаем никогда. Страх голодной смерти привел также к небывалому росту преступности. За хищение хлеба в 46-47 годах было осуждено около 400 тысяч людей. Конечно, каждый из этих осужденных пошел на преступление, не выдержав голодных взглядов своих детей. Да и в лагере, куда они попали, их вряд ли ждала сытная жизнь. И большинство из этих осужденных впоследствии погибло. Вот такой была история послевоенного голода 46-48 годов, главными причинами которого служили конфискационная, грабительская политика советской власти по отношению к собственному населению. И прибавим к этому бесчеловечность Сталина, который в погоне за мировым господством забрал хлеб у своего народа и отдавал его Европе. И это тоже наша история, которую мы должны помнить. Особенно эту историю должны знать те, кто сегодня активно пытается восстановить советскую власть. Распространяйте это видео среди тех, кто активно поддерживает советскую власть и активно говорит о том, что в Советском Союзе мы жили лучше. И эта история, которую мы должны помнить, и эта история, которую мы должны знать.